И небо какое, звездное, березу нет. В тетрадках только пятерки, в классе лес рук, занятия никто не пропускает. Секрет класса нового поколения. Вместо урока второклассных путешествий в виртуальный мир, где задания дают сказочные герои, а со словами можно играть на интерактивной доске, перемещая их с места на место. Мне нравится, что на ней весело играть, ну не надо на ней мелом писать. Преобразователь биометрических сигналов. Прибор за 170 тысяч рублей лечит заикание, уменьшает гиперактивность, борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благопед помогает ребенку правильно дышать. Первые результаты такой терапии заметны, как правило, уже в течение года. Крепится датчик и частоты сердечных сокращений, датчик дыхания. Это все выводится на монитор компьютера. Ребенок может получить обратную связь, проанализировав, каким образом идут процессы дыхания, для того, чтобы синхронизировать дыхание и частоту сердечных сокращений. То есть он смотрит, какой у него пульс и в соответствии с этим дышит. Оборудование 21 века приобрели спонсоры. Так в библиотеке школы номер один появились мультимедийные проекторы. Презентации стали обязательно частью любого урока. У этой школы в Бадайбу пять спонсоров. Два предприятия и три предпринимателя только в прошлом году передали на поддержку учебного заведения больше двух миллионов рублей. Так в течение трех лет удалось полностью обновить оборудование, мебель, окна и многое другое. Конечно, приятно приходить в оборудованные классы, когда заходишь, все для тебя комфортно, создана обстановка, то есть новые парты, новые стены, новые доски. То есть приятно, ну и главное, интересно и охота учиться узнавать новое. Сейчас на данный момент в школе приобретено 44 компьютера, 9 мультимедийных проекторов и 4 интерактивные доски. Произведена замена пола по всем этажам, по коридорам и заменена пола в спортивном зале. Произведена замена системы отопления на первом этаже и в спортивном зале. Наладить отношения с золотодобывающими предприятиями решили в городской мэрии. И вот уже несколько лет школы, больницы и детские сады получают значительную дотацию от процветающих организаций. Если говорить о цифрах, то в 2007 году мы получили спонсорской помощи порядка 7 миллионов рублей. С каждым годом цифра росла и уже за 2010 год сумма составила почти 25 миллионов рублей. Сейчас в городе 11 школ в среднем на каждую выделяется около миллиона рублей в год. По словам мэра, город Бадайбой лидер по спонсорской помощи во всей области. Однако, как утверждают в администрации города, со стороны меценатов это не помощь, а скорее вложение. Так как большинство учащихся – дети сотрудников золотодобывающих предприятий. Екатерина Семеновсова, Александр Мокин. Новости сейчас.